У нас мусор не забрали по всей улице. Сказали, мы не будем забирать, только пищевые отходы. Мусоровозы видят траву и не забирают. Жители видят беспредел и возмущаются. Частный сектор Начкалова за неделю погряз в мусоре. Именно столько, по словам людей, с улицы не вывозят листья и ветки. Только бытовые отходы, да и те не все. Тут совсем чуть-чуть травы, а так тут все пищевые отходы. Вот бутылка от сока, вот от майонеза. И не забрали? Не забрали. Я говорю, а вы их развязывали? Он говорит, нет. Я говорю, а как вы решили, что там трава? Он говорит, ну вот сверху. У жителей бесстарный сбор мусора. Выставляют мешки возле дома. Специальная машина раз в неделю забирает недельные запасы. Но в прошлую среду, рассказывают люди, рекоператор перестал полноценно выполнять обязанности. Недовольна была, конечно. Куда его девать-то? Перед домом стоит. Кошки, собаки бегают, все это растаскивают. Конечно, хочется быть в чистоте. Мы перед домом убираем территорию, чтобы было красиво, чисто. А вот эти мешки, которые растаскиваются собаками, теми же котами, всеми подряд. Они даже от солнца сами разрушаются и разваливаются. Ну, это неприятно, конечно. Почему они не вывозят этот мусор? Это не в их компетенции вывозить этот мусор. А если мы будем жечь, то штрафы огромные. И то есть, получается, мы будем складывать, его брать не будут, и мы просто все погрязнем в мусоре. Как быть? Куда это вывозить? Ну, сказали, это ваши проблемы, вызывайте машину. То есть, получается, мы вот из одного пакета, я должна вызывать машину, а вы сами знаете, какие цены на машину. В моем понимании, что если мы исходим из общего убийства, что есть некое лицо, и жители платят за тот мусор, в том числе, который образовывается в результате нормальной жизнедеятельности, в том числе на придомовой территории, да, это в виде так называемых веток, которые падают, либо мусор, который приходится выбирать, да. В этом случае зона ответственности, безусловно, рекоператор. Однако, специалисты регионального оператора по обращению с ТКО, ссылаясь на нормы федерального закона, утверждают, ветки, листья, сорняки с огородов мусоровозы не забирают. Это не входит в обязанности. Законодательно установлена обязанность по обращению только с твердыми коммунальными отходами у регионального оператора. Все ветки, образованные, которые в результате проведения работ по обрезке деревьев, кустарников, они не входят в состав твердых коммунальных отходов на сегодняшний день. И после окончания таких работ должны сами исполнителями, либо собственниками возиться на места накопления твердых коммунальных отходов. Раньше жители частного сектора и не знали мусорных забот. Выбрасывали отходы в мусорные контейнеры. Но пару лет назад их неожиданно для всех убрали. На месте, где стояли контейнеры, образовалась мини-свалка. Получается, жители частного сектора на Чкалово в буквальном смысле окружены мусором со всех сторон. А если вопрос с вывозом листьев и веток не решится в ближайшее время, частный сектор в центре города рискует превратиться в один большой мусорный контейнер. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.